добрый день рада всех приветствовать на своем канале в этом ролике я вам хочу показать результаты результаты сходов в микро зелени видео о семенах которые я сеяла вот такие у меня есть на канале ссылочку на магазин и видео о магазине где я эти семена брала тоже у меня есть это магазину вот можно здесь видеть и линские проростки и сейчас я вам хочу показать что же у меня получилось из пассивов от микро зелени сеяла я два вида редиса и одну капусту брокколи сорт калабрезы результатом я просто довольна ну можно сказать так что в восторге потому что такого вот прекрасного результата я не ожидала ни от семян ни от того как вот будут выглядеть мои росточки микро зелени семена росли буквально на ну на второй день после посевов и очень быстро вот этим росткам у меня около недели у капусты брокколи еще меньше но по времени я села ее в начале этой недели и вот такой же результат посмотрите отличный еще немножко я так думаю и можно уже будет ее употреблять в пищу а редис уже вполне можно есть и так давайте покажу вам какие же все-таки семена я сеяла и внешний вид моих проросточков и так вот первое она мне прям очень нравится вот это микро зелень вот в этом платочки это я села редис ред коралл вот такие семена посмотрите такие красивые они все здесь ровненькие и вот результат моего посева вот такая получилась микро зелень вот такая редисочка в таком боксе сейчас я ее аккуратно достану и покажу вам смотрите какая у нее корневая система сеяла я на агровату здесь вот внизу все в корнях и вот такая красотка у меня выросла все ее можно уже вот брать там или можно отрывать или взять аккуратненько ножницами вот так вот срезать эту редисочку добавить куда вы хотите можно ее просто так есть можно в салат добавить там с окурцами помидорами но все на ваш вкус а по вкусу я пробовала на вкус прям вот настоящий редис как будто вы его только-только сорвали его с грядки поэтому вот такая красота у меня получилась и сеяла я и не густо и не ну и не редкая ну вот здесь можно видеть как семена располагаются и вот все у меня так зашло я просто вот не знаю я в восторге вот семян микро зелень и буду продолжать сеять и ищу вот такая редисочка следующую редиску которую я села это редис сорт сангой тоже от магазина и линские проростки тоже можно видеть да что семена здесь все ровненькие такие красивые и вот результат она немножко другая по цвету видите вот она такая и темная фиолетовая листва у этой редис очки я ее но посеяла по моему на день мне кажется позже и вот такой тоже результат здесь и всходы не не такие дружные как вот ну в первом случае не знаю почему сейчас достану вам покажу может быть что-то может быть посеяла не так так вот смотрите села я опять вот в такие лоточки эти лоточки можно и в магазине линские проростки взять и просто это просто лоточки такие вот одноразовые где продаются одноразовая посуда и вот здесь точно так же посмотрите вот корневая система опутала весь вот это даже субстратом не назовешь вот такую подушку да на которой редиска росла это тоже у меня агро вата и вот посмотрите тоже в принципе можно ее уже срезать вот она какая красивая тоже семена очень очень хорошо взошли этого сорта так что вот такая красота тоже по вкусу ну ничем не отличается от того редиса который бы вот ну вы с грядки сорвали весной так и третье что я села это я посеяла на несколько дней позже посеяла капусту брокколи колабреза тоже вот посмотрите какие семена все ровненькие красивые и вот результат тоже взошло все я прям тоже в восторге от семян то что ну и именно на этой подложки но не знаю может быть эта особенность такая ты подложки вот я смотрю ничего здесь не заплесневела потому что я смотрела тоже ролики как вот но все это микро зелень некоторые жалуются что на сеет зелень она начинает плесневеть но что не очень там хорошо у меня не редис вот не капуста ну по крайней мере пока не заплесневели и как и редис вот мы уже будем сегодня наверное уже есть так и здесь вот я недавно полила влажный так вот тоже корешочки есть и вот посмотрите какая капустка тоже семена все проросли все вот такие красавцы но здесь еще и семена вот некоторые можно видеть вот они ну там провалились и за подложку некоторые только всходят но в принципе при желании можно тоже можно уже эту вот ну капусту срезать и тоже ее уже употреблять в пищу если вот ну есть такое желание но я хочу еще денек-другой немножко ее но подрастить чтобы она была побольше ну что было побольше вот массы такой зеленый и опять буду сеять еще хочу посеять вот мне пришел сильный горох но его нужно предварительно замачивать хочу замочить этот горох и тоже посеять и вместе с вами потом посмотрим какой же будет результат так такие поселы мне очень понравилось самое главное что это все очень быстро вот если хотите свою семью обеспечить витаминами микроэлементами ну буквально вот рядись даже недели грубо говоря не прошло и уже его уже можно вот срезать можно уже употреблять и если сеять например раз там в три в четыре дня у вас в принципе но зелень такая будет на столе ну можно так сказать ежедневно и сильно больших трудов никаких там вот по выращиванию ну я не заметила просто взяли поддон положили там или вот субстрат готовы до уже которые вот можно в магазине там приобрести вы магазине линские проростки или можно положить там кокосовое волокно кокосовый субстрат можно просто салфеточку положить вот микро зелень и на обычных салфетках бумажных выращивают полили рассеяли семена я оставила под когда посеяла я ставила но так лоточек на лоточек под под небольшой пресс как только семена проросли выставила просто на окно и вот они у меня взошли даже вот у меня не знаю подсветки особо и вот не было для этих семян поэтому кто хочет попробовать вырастить для себя микро зелень пожалуйста начинайте пробовать заказывайте семена или покупайте в магазине как вам нравится как вам удобно и пробуйте кормите свою семью сейчас пока у нас еще зима еще такой зелени с огорода еще нет вот балуйте свою семью такими красивыми и полезными проростками всем спасибо за внимание всем добра здоровья удачи до свидания